1261 год, второе прусское восстание, поскольку у меня тут много довольно о Балтах, я их историю буду чуть подробнее. Это пруссы, об их языке у меня есть отдельный клип, прусский язык, довольно кстати популярный, и кажется больше никаких вообще обзоров этого языка нет на ютубе. Ну вот их вытесняли постепенно немцы, пытались их крестить, и пруссы восставали. Довольно сильная была уже Литва, Литва включала в себя часть Белоруссии, я уже об этом рассказывал, когда про Миндовга рассказывал, и Литва в общем-то помогала пруссам. Вот в 60-м году, в сентябре 60-го года началось восстание, довольно быстро они освободили свои территории, но крестоносцы они укрылись в замках, то есть основные замки были Вилау, Кёнигсберг, Бальга и Эльбланг, это крепости в общем-то даже скорее, а не замки. В как раз 61-м году, 22-го января, они попытались вылезти из этих замков, но их полностью разбили пруссы. Вот битва при Покарвисе, 22-го января 61-го года, это крупная победа Балтов. После этого, вот в трех крепостях, Кёнигсберг, Крейсберг и Бартнштейн, были блокированы немцы, и часть крепостей даже были захвачены, потому что они их осадили, довели их там до голода, однако пруссы не могли взять Кёнигсберг. На первых этапах восстания поддерживал Миндовк, однако в 63-м году Миндовк был убит. После этого литовцы поддерживали уже неофициально, то есть только добровольцы поддерживали это восстание. В то же время Папа Римский объявил крестовый поход, в январе 62-го года прибывают подкрепления в Кёнигсберг немецкие, и опираясь на крепости, они все-таки постепенно отбивают территорию за территорией, но война эта продолжится все 60-е годы, примерно с 65-го года считается, что наступление идет, тефтонское, постоянно приходят подкрепления, пруссы вынуждены практически воевать против всей Германии, естественно, они не могут. Но надо сказать, что там и чешский король тоже помогал, потому что католики, чехи там поучаствовали в этой войне, несправедливой. Но к 72-му году, считается 72-73 год, восстание пруссов было подавлено, и это привело к продолжению колонизации, то есть немцы начали заселять территорию немцами, потому что боялись, что пруссы снова восстанут. Примерно 150 тысяч человек туда заселили, в 60-е и 70-е годы им предоставили всяческие льготы, естественно, что немецкое население, оно больше прав имело, чем прусское в таких условиях, когда фактически это все под немецкой оккупацией. Ну то есть вот формируется восточная Пруссия, как такая немецкая провинция. Важные события в Византии, причем они, в общем-то, случайно получились. Ну, во-первых, Михаил Палеолог так и не мог воевать с коалицией всех пиратов вместе. Вот Венеция кажется маленькой, но на самом деле это столица Европы на тот момент, потому что они контролируют все море и контролируют абсолютно все торговые потоки. Они страшно обогатели на крестовых походах, по сути, они контролируют Папу Римского и Францию, которая является союзником Папы Римского. Германия этим недовольна, и значительная часть итальянцев. Вот Гибелины, это как раз немцы плюс все недовольные этим итальянцы, что Венеция господствует, они воюют. В Италии продолжается война между Гюльфовыми и Гибелинами, и значительные события и в этом году тоже происходят. Я пропускаю, потому что уже как бы это детали. Но в целом, кстати, наступают Гибелины. То есть партия Венеции Папы Римского терпит поражение. В этих условиях византийцы, которые, в принципе, старые союзники Гибелинов, еще со времен Фридриха, не договорились с Генуей. Потому что Генуи все-таки это тоже пираты, но они на втором месте, и потом их Венеция скоро вообще разобьет, и Венеция их вытесняет. Поэтому византийцы смогли заключить союз с Генуэзской республикой, что, по крайней мере, позволило надеяться, что генуэзцы ничего туда не пошлют, никакого флота, что будет только венецианский флот, если что. Также было понятно, что Италия и Франция, скорее всего, не пошлют подкреплений, так как в Италии наступают гибелины. В этих условиях в июле 61-го года, в общем-то, просто послались небольшим отрядом Алексея Стратигопула, чтобы он просто там атаковал границы этой самой Константинополя, и, в общем, что-то там продемонстрировал, что они активны. То есть это, в общем, такой был разведывательный рейд. Однако этот разведывательный отряд, он выяснил по информации местных греков, что основные части этих крестоносцев, они отправились на остров Дафносия, где подавляли очередное восстание греков. Греки, конечно, были недовольны, поддерживали Византию, и за счет этого Византия вернулась. Кроме того, греки сообщили, что в стенах города имеются тайные проходы, то есть можно проникнуть в Константинополь. Тогда этот смелый разведчик Алексей Стратигопул со своим разведывательным отрядом решил взять Константинополь, который не могли 60 лет взять. 25 июля 1961 года он внезапно ворвался в город, поджег сразу все венецианские кварталы, то есть всех этих венецианцев, которые основные представляли собой, основного противника. В городе немедленно началась демонстрация греков в поддержку, что Греция возвращается. То есть народ там жутко это поддерживал, эти пираты там всех задолбали конкретно. Ну и все, значит, он овладел городом, вот этот Стратигопул. А император, который там был, этот латинский балдуин, который от католиков император, он бежал на остров. Вот с острова Ивбея остатки этих французов, они там сообщили им, что пал Константинополь, они с острова Ивбея поплыли обратно отбивать город. За это время Алексей Стратигопул, он всех жителей города, которые могли, всех мужиков, одел в одежде воинов. Понятно, что они не могли воевать, и даже оружия не было достаточное. Но он поставил на стены всех вот ремесленников, там всех там бомжей константинопольских. Они на стенах стояли, и крестоносцы увидели, что армия огромная, они их не смогут победить, и убежали. То есть вот так вот греки небольшим отрядом вернули свою столицу. Ну и все, после этого Латинская империя, соответственно, конец. 15 августа 61-го года Михаил Палеолог торжественно вступает в Константинополь через Золотые ворота, и все понятно. После этого он переходит в храм Святой Софии, главный храм греков, и там его патриарх, которого он с собой же и привез православный, то есть венчает его как императора Византии. То есть все вернулось в православное Византии. Это сделал Михаил Палеолог и его храбрый Алексей Стратигопул. То есть греки отбили наконец-то проливы, в этом плане молодцы они. Я как гибелин всячески поддерживаю в данном случае Византию, так как она воюет против гибельфов, а это просто законченные подонки, о чем неоднократно писали император Фридрих, Данте Алигьери, который тоже был гибелином. И я еще неоднократно вернусь к тому, что все великие люди Европы были против этих гадов. Нужно рассказать о султане Бейбарсе, который как раз в конце 60-го года приходит к власти, в 61-м году первые победы одерживает. Султан Бейбарс это султан Египта, он мамлюк. У мамлюков был султан Кутуз на момент победы, то есть в 60-м году, как известно, одержали победу над монголами. Они освободили территорию, а Бейбарс был крупнейшим соподвижником Кутуза, и они начали делить там, кому достанутся какие города в освобожденной территории. И Бейбарсу не понравилось то, что ему дали. Тогда он решил убить Кутуза, и его поддержали другие эмиры мамлюков, то есть другие тюрки. 24 октября 60-го года он попросил у Кутуза какую-то девушку, захваченную в плен монгольскую, и султан ему согласился, что он ему даст эту девушку. Бейбарс приблизился якобы, чтобы поцеловать руку в знак благодарности, и тут же мамлюки по условному знаку набросились на Кутуза, убили его, и Бейбарс стал султаном. То есть Египет включал тогда, естественно, Сирию. То есть вот, собственно, карта будет. Бейбарс немедленно начал выбивать крестоносцев с территории, так как крестоносцы себя проявили как союзники монголов, и вообще их давно надо было выбить, по всем мусульманским понятиям. Учитывая все вот эти страшные события, которые были уничтожение Багдада, где чуть ли не миллион человек был уничтожен, сожгли крупную библиотеку, одну из крупнейших библиотек исламского мира сожгли, и ученых всех поубивали, там специалистов. Огромные они, монголы, совершили разрушение Сирии в Палестине, грабежи. Народ поддержал Бейбарса, Бейбарс провозгласил джихад против монголов и крестоносцев. И вот все 60-е годы он успешно этот джихад осуществлял. При этом он заключил союз с Золотой Ордой. Золотая Орда она уже тяготела к исламу, то есть он даже смог монголов между собой поругать. И Золотая Орда, она неофициально заключила союз с Бейбарсом против ирханов, то есть фактически вот против тех монголов, которые были в Иране. А иранские монголы, да, они пытались все это время отбить Сирию, то есть продолжались войны за Сирию, где наблюдался союз армян, крестоносцев и монголов. Но монголы были заняты там другими всякими вещами, о которых я еще расскажу, то есть серьезных сил так они и на этот фронт и не предоставили. И в целом народ уже убедился, арабы, что монголы это очень плохо, и народ очень поддерживал, поэтому султан Бейбарс он одерживал победу за победой в этой войне. Были взяты ряд крупных крепостей крестоносцев, их территория значительно сократилась, кроме того, он нашел, значит, сына багдадского халифа убитого, даже не убитого, а одного из предыдущих халифов он нашел его сына, и провозгласил его халифом в Каире. То есть получается, что у мусульман снова был халифат, но в Каире, а Багдад надо было освободить. Поэтому, как бы, вот тут окончательно уже такой был джихад за восстановление халифата, вот цель была, и она мусульман, в общем-то, вдохновила. Серьезные поражения нанесли армянам, которые там в Киликии были, тоже все это поддерживали, за крестоносцев воевали. В 66-м году был взят замок Софет, крупнейшее укрепление. Все это время, естественно, крестоносцы строили там укрепления, укрепления были серьезные, поэтому территория там небольшая, как бы, но она очень сложно было ее взять, потому что там все было страшно укреплено, там сидели эти тамплиеры, и им большие деньги Европа предоставляла и ресурсы для того, чтобы эти территории удержать. В 66-м году он взял город Библ, то есть начал очищать, по сути, Ливан теперешний. В 68-м году, 7-го марта, была взята Яфа, и, наконец, 18-го мая 68-го года он взял Антиохию. Граф Боимунд находился в другом городе, Бибарс ему написал письмо, что у меня для тебя хорошая новость, если бы ты был в Антиохии, то тебя бы убили, поэтому поздравляю тебя с тем, что ты живой. В Антиохии там, да, жуткую резню устроили, конечно, люди Бибарса, и в том числе огромное количество христиан они взяли в качестве рабов. Там даже цены на рабов резко упали практически, даром рабов продавали, потому что очень много, то есть всю вот эту Антиохию он обратил в рабство. Заключались периодические перемирия, но они все кончались снова наступлениями. Бибарса был рейд на Кипр, и существенные рейды вот вглубь Армении, как тут на карте очевидно, и вот на карте видно, что практически до минимума сократилась территория крестоносцев, только небольшие территории они удерживали практически, несколько плацдармов. Всю северную Сирию, то есть в том числе Антиохию, освободили и включили в мусульманское государство, в это государство Бибарса. То есть основные города были освобождены, и небольшие плацдармы только остались у крестоносцев совсем уже несущественные. По сути Бибарс и выбил крестоносцев. Из Палестины и Сирии. Ну вот Бибарс прославился как герой мусульман и тюрков, потому что он был тюрок. Однако 1 июля 1277 года он внезапно умер, и рассказывает, что он хотел отравить какого-то человека, как обычно там всякие восточные интриги, но чаши перепутал и выпил из той чаши, которая содержала яд. То есть из той чаши, которую он готовил другому человеку, Бибарс выпил, отравился и умер 13 дней в жестоких муках. Вот так умер этот герой Востока.